Главные причины, по которым батарея телефона умирает так быстро В наши дни обладание смартфоном означает постоянный поиск розетки из-за быстрого разряда батареи. Можно, конечно, винить производителя, но печальная правда в том, что главная проблема – это ошибки пользователя. Прежде чем вы узнаете, что делаете прямо сейчас, чтобы быстрее разрядить аккумулятор, не забудьте нажать кнопку подписаться и прозвонить в колокольчик уведомлений, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне жизни. Номер один. Вы не чистите разъем для зарядки. Даже несмотря на то, что многие из нас регулярно чистят телефон, мы часто пропускаем одно очень важное место – разъем для зарядки. Он забивается ворсинками и другим мусором из карманов, который легко там застревает. Вся эта грязь точно не помогает при зарядке. Так что заведите привычку чистить разъем заостренным кончиком ватной палочки или зубочисткой не реже, чем протираете экран. Уже скоро вы заметите, насколько эффективнее стала зарядка. Номер два. У вас яркие обои. Всегда интересно найти веселые и красочные обои, которыми можно украсить телефон. Но любовь к ярким картинкам может быть главной причиной быстрой утечки заряда. Дело в том, что каждый раз, когда вы проверяете сообщения или пропущенные, обои никуда не исчезают и продолжают есть батарею. То же самое касается живых или любых других движущихся обоев. Вот почему всегда лучше выбирать черно-белые обои. Они не только выглядят круто и элегантно, но и намного лучше сохраняют заряд смартфона. Номер три. Вы носите телефон в руке. Это правило особенно касается очень жаркой погоды. При каждом скачке температуры телефон тоже начинает нагреваться, а ношение его в руке еще больше усугубляет ситуацию, потому что устройство подбирает тепло от самих рук. Все это заставляет батарею перегреваться и заряжаться намного быстрее обычного. Так что в летние наплывы жары не забывайте держать телефон в кармане или, что еще лучше, в сумке. Номер четыре. Вы не полностью закрываете программы. Вы быстро проверяете Инстаграм, Твиттер и Фейсбук, после чего возвращаетесь к повседневным делам. Но если вы не полностью закрыли все эти приложения, они останутся открытыми в фоновом режиме, сокращая время работы батареи сильнее необходимого. Не оставляйте приложение работать в таком режиме. Полностью закрывайте их после каждого использования. Так на телефоне не будут работать ненужные фоновые процессы, которые тянут из батареи все соки. Номер пять. У вас слишком много уведомлений. Уведомления – это полезно, потому что они постоянно держат нас в курсе событий и не дают ничего упустить. Однако нужно избирательнее относиться к тому, каким приложениям вы разрешаете присылать оповещение. Каждое уведомление издает звук, подсвечивает экран и порой заставляет телефон вибрировать. Все это вытягивает жизнь из аккумулятора. Просто попробуйте отключить уведомления всех приложений, кроме совершенно необходимых, хотя бы на день, и посмотрите, сколько продержится батарея. А еще вам наверняка удастся насладиться тихим деньком без постоянного жужжания. Номер шесть. Вы не проверяете настройки батареи. С сегодняшними суперумными девайсами не нужно ломать голову над тем, что так быстро спускает зарядку до нуля. Всегда можно просто заглянуть в настройки. Будь то Android или iOS, вы всегда можете найти список приложений, которые используют большую часть заряда аккумулятора. А если добраться до корня проблемы, решить ее намного проще. Правда? Так что взгляните на свои самые энергозатратные программы и добавьте им ограничений или выключите полностью. Этот лайфхак точно поможет вам выжать из батареи максимум. Номер семь. Включайте подсветку на полную. Супер яркий экран может быть очень удобным. Но это не лучшая идея, если вам хочется, чтобы батарея работала как можно дольше. Оптимальная яркость экрана в помещении около 30-40%. Этого более чем достаточно, чтобы увидеть на дисплее всю информацию, не перегружая батарею. И все же старайтесь не использовать максимальную подсветку даже на улице. Вместо этого включите автоматическую подсветку, которая обычно отключается сама по себе минут через 15. Номер восемь. Используйте максимальную громкость. То же самое относится к громкости динамика, включенной на полную. Она потребляет слишком много энергии телефона. Все звонки и уведомления, которые вы получаете в течение дня, всегда сопровождаются звуком. Так что представьте, как сильно все это влияет на батарею. Конечно, это не значит, что нужно навеки переставить телефон на беззвучный. Просто слегка прикрутите звук, и вы заметите разницу. Номер девять. Вы включаете вибрацию. Вы не поверите, сколько энергии потребляет функция вибрации. Хоть она бесспорно полезна, особенно когда нужно перевести телефон в беззвучный режим, попробуйте включать ее только при необходимости. В других случаях выбирайте режим со звуком или беззвучный. Он не так сильно повлияет на батарею. Номер десять. Вы не включаете спящий режим для экрана. Если хотите серьезно продлить срок службы батареи, нужно периодически отключать телефон и оставлять его в покое. Но когда у вас не включен спящий режим для экрана, он может гореть бесконечно, выжимая из батарей все соки. Так что просто откройте настройки и выберите самый короткий временной отрезок, после которого включится блокировка экрана. Это поможет сократить потребление заряда и ввести телефон в сон, если вы об этом забыли. Намного лучше, чем носить с собой кучу пауэрбанков. Вы так не думаете. Номер одиннадцать. Вы включаете GPS, Bluetooth и Wi-Fi. К сожалению, включенные GPS, Bluetooth и Wi-Fi тоже очень быстро сокращают срок действия батареи. И если Wi-Fi вроде как необходим почти всегда, GPS и Bluetooth наверняка не нужны вам каждый день и каждую секунду. Верно? Так что просто выключите их и наслаждайтесь более продолжительной работой аккумулятора. Номер двенадцать. Вы слишком часто пользуетесь голосовым управлением. Вы стараетесь не трогать телефон и не сжать на кучу кнопок и пользуетесь в основном голосовыми командами. Это должно спасти батарею, ведь так? Если пользоваться голосовым управлением слишком часто, оно влияет на заряд батареи не лучше других фоновых приложений. Так что даже небольшое ограничение в использовании Siri или S-Voice может буквально продлить телефону жизнь. Номер тринадцать. Вы забываете выключить автоповорот экрана. Функция автоповорот очень удобна для просмотра картинок или видеомарафона на YouTube. Но если оставить ее включенной постоянно, она может истощить батарею. Автоповорот работает благодаря специальному сенсору – акселерометру, который постоянно висит на фоне и ждет, что вы повернете телефон. Выключаете автоповорот, когда он вам больше не нужен, и сразу почувствуете разницу. Номер четырнадцать. Вы не выключаете телефон. Вы же знаете, что телефон иногда просто замирает и совсем отказывается работать. Это потому, что вы не даете батарее нормально отдохнуть ночью. Выключаете телефон ежедневно, чтобы батарея могла остыть. Так лучше не только для вашего здоровья. Вдобавок, вам больше не придется иметь дело с глюками и проблемами с батареей. Номер пятнадцать. Вы всегда заряжаете телефон на сто процентов. Верите или нет, полностью заряжать телефон вредно для батареи. Видите ли, большинство современных смартфонов работает на литий-ионной батареи, которой, если верить институту аккумуляторов, просто не нужно заряжаться на сто процентов. Не говоря уже о том, что такое высокое напряжение нагружает батарею и со временем еще больше ухудшает ее работу. Отключение зарядки примерно на девяносто пяти процентах в перспективе заставит батарею дольше держать заряд. Вы знаете другие эффективные способы продлить жизнь аккумулятору на телефоне? Расскажите в комментариях под видео. Не забудьте поставить видео лайк. Помогите друзьям, поделившись с ними, и нажмите подписаться, чтобы оставаться на яркой стороне жизни. Субтитры сделал DimaTorzok